Сегодня обратное совещание провел глава муниципального образования Хасаев Тускерэн Джанбла Шапиевис Салау. В работе совещания принял участие депутат Народного собрания Веспублики Дагестан Богатур Хадисович Аббасов. В начале Мусим Али Султанов, управляющий делами администрации, ознакомил присутствующих со значимым событием, где принимали участие руководители структурного подразделения, заместители и сам глава района. 27 ноября в оригинальном очистенной приемной партии в режиме видеоконференции связи состоялся телемост Махачкала-Курск, приуроченных к 75-летию победы в Курской Дуге. По инициативе Дагестанского и Курского региональных отделений партии «Единая Россия» в мероприятии приняли участие заместитель глава администрации муниципального района Касимов Владимир Адельханович и руководитель исполкома Хасаев Тускового местного отделения партии «Единая Россия» Асланхану Асиададу Мажидову. 28 ноября в Государственном бюджетном учреждении Дом дружбы Республики Дагестан состоялось торжественное мероприятие на тему «Будущее Дагестана в руках матерей», посвященном Дню Матери и предстоящему 25-летию Союза Женщин Дагестана. Открыл работу торжественного мероприятия в риме исполняющей обязанности главы Дагестана Василий Владимир Абдулевич. В мероприятии приняла участие делегация женщин-активистов Советского района под руководством председателя Совета Женщин муниципального района Касимовского района Асланханова Асиададу Мажидову. 28 ноября в актном зале здания филиала Федерального государственного бюджетного учреждения ПКП Росреестра Республики Дагестан состоялось совещание по вопросу о реализации федерального закона от 13 июля 2015 года за номером 218 о государственной регистрации недвижимости в части реализации мероприятий направлено на снижение количества приостановлений и отказов при осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. под руководством временно исполняющий обязанность заместителя председателя правительства Республики Дагестан Идресову Аханаворисовичу. В работе совещания принял участие заместитель главы администрации муниципального района Муртазальев Нулла Аксановича. 28 ноября в здании администрации муниципального района Аксельский район состоялось дистанционное обучение в режиме видеоконференц-связи по инициативе Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан по программе «Унедрение стандарта развития конкуренции в Республике Дагестан». открыл работу в дистанционном обучении заместитель министра Минэкономики Республики Дагестан Меджидов Муслим Магомед Кадевич. В обучении принял участие главный специалист управления экономикой, инвестиций и развития малого предпринимательства администрации муниципального района Имама Байрамаля Булазидовича. 29 ноября глава муниципального района Салав Джонача Пич принял делегацию жителей села Баматюр под руководством главы поселения Какаева Тагира Висхайча, где принял участие Мессиев Хазали Абдул-Насидович, член комитета по огранной политике и правдопользованию Родного собрания Республики Дагестан. Темой для обсуждения была обозначена «Общественно-политическая ситуация в населенном пункте». 30 ноября глава муниципального района принял делегацию, в состав которой вошли глава поселения, депутаты районного собрания и представители общественности муниципального образования села Муцалау, где рассмотрел вопрос о социально-экономической ситуации и благоустройстве населенного пункта. Глава района поддержал предложение делегации по развитию инфраструктуры и оказал поддержку в развитии обозначенных вопросов. 1 декабря в Дагестанском региональном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия» состоялось заседание президиума регионального политического совета под председательством секретаря регионального отделения партии, председателя Народного собрания Республики Дагестан, Чезреша Саидова, где основным вопросом для обсуждения было обозначено о ходе подготовки к 29-й конференции Дагестана регионального отделения партии «Единая Россия». 12 декабря состоится торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Российской Федерации, а затем работу продолжит очередное совещание актива района. Первое – о прогнозе социально-экономического развития муниципального района в Сельский район на 2018 и 2020 годы. Второе – о коде выполнения планов по сбору местных налогов, актуализации земельных участков, оформление государственного годовства и недвижимости, введение по хозяйственному учету в электронном виде по программе «Парус» и создание электронной базы данных фиаз поселения муниципальных образований. Сегодня, во второй половине дня, в район приедет делегация по инвестиционным проектам, говорит Джамбал Ацалау. Сегодня у нас в районе будет большая делегация, поэтому день тоже такой насыщенный, уважаемые коллеги. Наверное, скорее всего, может быть в этом зале мы соберем, если кончу рабочего дня, или где-то 17.00, если будет поращен, мы дополнительно всех подокрутим. Есть такое хорошее дело, которое в республике делается, это инициировано главой республики, это инициировано Министерством промышленности Российской Федерации, это наши российские инвестиционные программы и плюс зарубежные. В Дагестане они открывают 4 экопарка, но в эти экопарки входят, конечно, там около 10 предприятий, там или заводов, фабрики, правильно, как удобно можно их называть, но смотря, конечно, свои специфики деятельности их называют. Поэтому и 4 зоны определили у нас в республике, одна зона наша Хасовертовская зона, и она будет у нас базироваться, конечно, в районе. Мы их, конечно, уговариваем, даем им все условия. Самое главное для нас, что это трудовые места, рабочие места для наших жителей. Там где-то в среднем 3 тысячи работников будет для этих предприятий. Ну, вроде и Москва поддерживает, и республика поддержала, и иностранцы все прилетели, и наши москвичи, и московские банки, все находятся в 4-м днём визитном республике. Вчера они были в Дербенской зоне, сегодня они с утра в Киздарской зоне. Ну, второй половине дня они будут уже, или к концу рабочего дня они будут у нас в районе. Изамительный резьбеев, начальник управления советского хозяйства, говорит, что необходимое количество саженцев привезли. Предстоит посадить 80 гектаров садов. На 92 гектарах интенсивные сады уже посажены. Осенняя закладка садов виноградников. Вчера специалисты управления сельского хозяйства выезжали на логофли, где идет закладка виноградников. Сегодня уже вылетели с утра по садоводству. Нужное количество сертифицированных саженцев в район привезено уже. У нас намеченный план по осенней закладке 80 гектаров, в том числе 60 гектаров интенсивных садов. За последние 3 года в районе посажены интенсивные сады 92 гектара. И плюс еще осенняя закладка 60 гектаров. На 1 января у нас будет 150 гектаров интенсивных садов. Они отличаются от обычных садов тем, что на одном гектаре должно быть не меньше 800 гектаров. Тогда как в обычном саде от 200 до 300 гектаров. Представляете, от 200 до 300 гектаров интенсивных садов. Это благодаря закладке садов, благодаря государственной поддержке, в виде субсидий. Сейчас тоже будем специалисты управления сельского хозяйства, будут помогать готовить документы. Это выгодно, говорит глава района. Это и работа, и субсидии за выполненную работу. Это очень выгодно. Мы постоянно, вот я сомневаюсь на активе района, эту информацию даю нашим коллегам. Это очень выгодно для наших КПХ, СПК. Это очень выгодное дело. Государство, можно сказать, 100% почти это району субсидирует. Вот мы сколько раз с нашим коллегам обсуждали, которых действительно с вызовом на место наша комиссия, комиссионная утвердила, и я направил все материалы, и в десерпозии правительству. И была поддержка. То, что они вложили, потому что, например, на 5-10 гектаров, то, что они вложили, они уже в первом-втором квартале уже получили субсидии, даже чуть больше, чем они вложили. И они разобрались со всеми своими вопросами. И считаю, что в десерпозии они бесплатно отработали свою территорию. И она им будет служить, через 3 года, на 4-й год уже идет урожай, и она им будет 40-50 лет, это средний, будет служить и давать урожай. У меня вот даже недавно, в течение года, год назад, в некоторых поселениях я приглашал к нам главу села, депутатов, руководителя СПК или там УПА, РАИС, я им предлагал, берите землю, 100 гектаров, 300 гектаров, 500 гектаров, я предлагал, сегодня за 1 гектар людей, на что вот не способны. Тепловой режим соблюдается. Трудоустроено 48 инвалидов, говорит Абдулла Абдуллаев, начальник районного управления образования. Проблемы оказания образовательных услуг в районе нет, заработные платы получили за ноябрь, осталось там, они тоже придут сегодня-завтра, тепловой режим сохраняется. И трудоустроено 48 инвалидов на сегодняшний день. Утром мне представили информацию. Сегодня 11 числа. По нашим инвалидам мы вчера тоже с вами все собрали, совершали вчера. 11 числа состоится первое сочинение, это как допуск к единому государственному экзамену, материал мы получили, бланки все привезли, экспертная группа, мы создали республиканский экспертную группу, и числа педагогов у Хасоветовского района, потому что они будут проверять не только сочинение наших детей, наших детей сочинениями могут попасть и другие районы, но мы проверяем и сочинение выпускников разных школ, республики Дагестан, которые к нам электронно попадают, поступают. Поэтому экспертная группа создана из лучших педагогов у Хасоветовского района. Вчера в 14 часов состоялось совещание с учителями. Эта группа по работе с талантливыми людьми ваши пожелания и поручения по работе с одаренными детьми я передал. И у каждого определенная ответственность за каждого ребенка. Нам не дано поручение, чтобы по каждым предметам, с каждой школы определили по три ученика, которые будут участвовать как в республиканском, так и в федеральных мероприятиях, которые проводятся под егидой Министерства образования и структуры Дагестана. По поручению Министерства образования и структуры Дагестана образовательных учреждений создан совет отцов, где будут работать с трудными подростками, а также улучшение качества образования в тех образовательных учреждений, где показали слабый по итогам единого государственного экзамена. За истекшую неделю в Центральную районную поликлинику посетили 3600 человек, в том числе 1440 детей. Госпитализирована пятка в ритм Шмагамед Дугужев, главный врач района. Проведено широкомасштабное мероприятие по СПИДу. За прошедшую неделю в Савертовской ЦРП было 3600 посещений, из них 1440 детей. Госпитализировано в лечебном учреждении, пять детей. С целью профилактики раннего выявления туберкулеза мы начали профилактические меры. За неделю 360 человек прошли филюрографическое обследование, больных выявлено семь человек, все они направлены на дополнительные исследования. В ЦГБ в Хасавюрту состоялся кустовой семинар по медицинской генетике. На семинаре присутствовали все участковые педиатры нашего района. Обсуждались актуальные вопросы профилактики генетической патологии. В пятницу все ЛПУ района провели акцию совместно с Единой Россией, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Перед медицинскими работниками и больными выступили главные врачи с докладами. Медицинские работники предупреждены о необходимости обследования на СПИД, особенно людей, входящих в группу риска. Врачами скорой помощи обслужено 340 больных, из них 36 госпитализированы в стационаре. Эпид-обстановка в районе благополучная. С целью превышения острых респираторных инфекций мы проводим все необходимые профилактические и противоэпидемиологические мероприятия. Асиат Арслаханова, председатель местного исполкома партии «Единая Россия», доложила о готовности к конференции. Магомед Ламазанов, заместитель председателя районного собрания, о готовности к сессии. Буша Али Магомаев, начальник финансового управления по бюджету, который уже будет рассматриваться на следующей сессии. Салим Джумаков, представитель ОМВД Российской Федерации по Хасаевтовскому району, доложил о криминогенной обстановке за истекшую неделю. Нарушение права дорожного. Один факт. Один факт. Незаконный оборот наркотиков. Один факт. Также сотрудниками отдела составлено административный протокол 168 по линии ГИБДД 124 по оружию 5. Самовольное подключение газовой сети. Один протокол. Ощутствие предпринимательской деятельности без регистрации. 14 протоколов. Также снято пленочек покрытия 8. Задержан автотранспорта 18. Из них 5 водителей за управление в интернерном состоянии. Также глава интересовался работой управления социальной защитой населения, центров и других служб. По завершению слова дали Багадру Абасову, депутату Народного собрания Республики Дагестан, который поздравил ряд работников почетными грамотами Народного собрания Республики Дагестан. Разрешительный от имени председателя парламента Республики Дагестан наградить почетной грамотой Калабиева Гебека Арзулумовича. Также награждается именными часами парламента Республики Дагестан Арсанханова Асиат Азулумовича. Как я начал работать депутатом Народного собрания Республики, никогда не было, что вот эти люди... Вот сейчас, в следующий раз буду я, пока я не забыл, скажу, будет награжден корреспондент нашего газета, районной газеты. Он сидит садик. Следующее награждение это будет он. В самом деле, вот эти три человека, постоянно, где бы я ни был, где бы мероприятия, везде, всюду, Джамула Шапиевич, они больше его заслуживают, чем вот эти награды. Спасибо. Так что я вам желаю здоровья, добра, всех земных. Спасибо, еще раз благодарю. Хочу поблагодарить все наше Народное собрание, полицея Федоровича, представителя Народного собрания, за такое отношение именно к нашему району. Постоянное внимание, постоянно подчеркивает наших дорогих сотрудников. И вам, конечно, еще раз огромное спасибо. Вы постоянно замечаете, еженедельно бываете. Несмотря на то, мы успеваем, есть ли мы на месте, нет ли вы эту работу проводите. Спасибо огромное. Ну, уважаемые коллеги, то, что Богородукатич сказал, что он уже в следующие часы или почетные грамоты будет нашему коллеге подоставлять, поэтому у нас тоже уже подготовлена грамота почетная нашего района, нашему коллеге Вагита Альханч. Он нас прочитает, ознакомит. Ну, 3 декабря у него было день рождения, это юбилей у него, поэтому мы еще раз все вместе поздравляем. Спасибо. На этой торжественной ноте и завершилось сегодняшнее аппаратное совещание. Спасибо. Спасибо.